Победа в строю поколений Школы номер 65 Пройдя на сцену с портретами Своих прадедов Все участники представили Интересные конкурсные программы Победителем смотра конкурса Стала вокальная группа Поющий экспресс Дома культуры железнодорожников Руководитель Елена Павловна Федорова Субтитры создавал DimaTorzok 5 апреля Кор ветеранов Бабаевские зори Центра культурного развития Руководитель Лидия Николаевна Фомичева Принимал участие в областном фестивале Конкурсе Дорогами войны В рамках грантового проекта В памяти моей Посвященного 73-й годовщине Победы советского народа В Великой Отечественной войне Что значит победа Для ветеранов, прошедших все беды Страшной войны Уцелевших надеждой, что новый день Придет неизбежно Мы про войну только в книгах читали Фильмы смотрели и то забирали В ужасе, в гневе и в боли сердца Вы не в кино, а в бою До конца нас предстояли Спасая свою родину Город свой, долг и семью Добрый день, дорогие друзья Вас приветствует хор ветеранов Бабаевские зори Центра культурного развития Города Бабаева Убийца, убийца Старая пастинка Пасть заполняет Стрекущий мальский сад Бабушка снова Как девочка-то спинка Думай, дедушка, опять Правый лейтенант Бабушки маль Пасть раздавания И надежды Бабушки маль Бабушки маль Бабушки маль В программе хора ветеранов Были стихи, которые замечательно Прочли Маргарита Владимировна Большакова И Людмила Николаевна Белякова Участница клуба ветеранов Молодая душа Бауринского дома культуры Бабушки мальчик 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 Будет голубой мир, и солнце не погаснет никогда. Но надо помнить добрые слова о свете, Цельные в хлебу, всему век города. Очень проникновенно прозвучала песня «Святая Россия» в исполнении Веки Николая Москвы. ПЕСНЯ Россия, Россия, хранит свои силы, Умножь свои силы, победим его. Россия, Россия, сила и красивая, Не чувствует мельчань, творит от него. Вступление фора ветеранов завершила песня «Миру в мир». ПЕСНЯ 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 Мы сегодня в гостях у Сухарева Александра Васильевича. 5 апреля ему исполнилось 90 лет. Но обстоятельства сложились так, что мы могли прийти сегодня поздравить его с этим юбилеем, с 90-летием. Александр Васильевич – участник нашего клуба ветеранов «Бабаевские зори». Как говорится, он до сих пор в строю. И сегодня мы вместе с другими участниками клуба ветеранов и хора ветерана «Бабаевские зори» пришли поздравить его с этим знаменательным юбилеем. Уважаемый Александр Васильевич, от всей души поздравляем вас с юбилеем силы и мудрости, с бравой и замечательной датой. Низкий поклон вам за ту сложную жизненную дорогу, по которой вы прошли достойно, будучи участником исторических событий и трудясь на благо будущих поколений. Желаем вам, чтобы в 90 лет было крепкое здоровье, доброе сердце, счастливая душа, бодрое настроение, искренняя радость и крепкая любовь дорогих и близких вам людей. С уважением, Бабаевский Центр культурного развития и клуб ветеранов «Бабаевские зори». Держите, приветственный адрес. И вот такой от нас подарок. Когда началась война, Шурику было 14 лет. Он учился в пятом классе. Но наша Бабаева в годы войны подвергалась бомбежке. И не столько приходилось учиться, сколько бегать в бомбоубежище. И с едой было плохо. Отец, значит, на фронте. Их было трое у матери. И Шурик, эти... Мать повела Шурика в депо устраивать на работу прямо к начальнику депо. А он посмотрел и сказал, у меня не детский сад, эти... Идите, откуда пришли. А в это время у начальника депо был мастер какого-то цеха. Он так посмотрел. Шурик был крепким в подростком, видимо. И он, значит, показал какую-то такую болванку тяжеленькую, что вот, паренек, возьми и вот туда отнеси. И Шурик с этой задачей справился. Мастер цеха говорит, все, давай его ко мне. Вот так, знаете, кончилось детство Шурика. Началась трудовая деятельность. Потом его быстро перевели в слесаря. И научили ремонтировать что-то в паровозах. И такой был случай. Однажды паровоз, значит, военного состава сломался. Значит, что-то там... Инжектор, насколько я помню, по рассказам Шурика. И вот он с девочкой и с этим начальником поезда пошли ремонтировать. Бомбежка в это время. Начальник под вагоны. Но, значит, Шурик быстро потом все-таки добрали до паровоза и быстро сообразил, в чем была поломка. И отремонтировал. И состав поехал дальше. Мне довелось и посчастливилось с Александром Васильевичем вместе петь в одном хоре. Начинала я с ним петь вместе в нашем ДКЖ. И сначала наш хор ветеранов был без всякого названия. У нас было несколько мужчин. Вот у меня с собой есть фотографии, где Александр Васильевич вместе с нами в числе остальных мужчин. Вот. Александр Васильевич очень удивлял своей ответственностью, ответственным отношением к делу. Он без причины, да я вообще не помню, чтобы он хотя бы раз пропустил репетицию или раз опоздал или пропустил наше выступление. Очень часто нам доводилось выступать. Ну, приходилось подсказывать, как одеться на выступление. Запомнилось его. Понял, 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 понял. Всегда готов. Всегда готов. В отношении со всеми был прост. Он не просто пел с нами, стоял в хоре, но и сольно исполнял и дуэтом песни. Александр Васильевич очень хотел дожить до своего юбилея 90 лет. И вот это событие наступило, с чем мы его сегодня пришли поздравить. Здравствуйте, дорогие наши садоводы-огородники. Вот и подошла наша следующая встреча. Сегодня у нас в гостях опять Евгения Ивановна Матвиенко, опытный огородник, опытный садовод, которая сегодня немножечко нас познакомит с посадкой чеснока. Мы сегодня поговорим с вами про яровой чеснок. Вот сейчас он уже должен быть подготовлен к высадке в открытый грунт. Заранее, за целый месяц, 25 марта, вы разбираете головки ярового чеснока на зубчики. Их там очень много, они расположены по кругу, не как здесь вокруг стрелочки. Он здесь как бы по спиральке расположен, яровой чеснок, зубчики помелче. Но зато его преимущество, что он долго хранится, не вянет, не прорастает. И за зиму он почти не сохнет, нет потерь чеснока. И весной он еще пригоден для еды. Так вот, выбрали зубчики чеснока, обработали его в солевом растворе. 10 грамм соли на 1 литр воды развели и подержали 30 минут вот эти зубчики, разобранные в этом растворе. Потом промыли и замочили в теплом растворе на 20 минут марганцовочки. Подержали, даже до 2 часов можно подержать их в марганцовке. И потом вы заверните вот эти зубчики в топчатобумажную ткань, влажную, как мешочек. И этот мешочек поставьте в целлофановый пакетик и уберите на нижнюю полку холодильника или в отсек для овощей. И вот там он будет лежать. Туго не закручивайте пакетик, чтобы там это все дышало. Поглядывайте, чтобы влажная все время ткань была. И потом уже через месяц срок посадки ярового чеснока 25 апреля. Не тяните со сроками посадки. Яровой чеснок любит раннюю посадку. Еще снег на огороде. Найдите ему солнечное место, где уже нет снега. И сажайте смело в холодную, ледяную даже почву. Это как раз яровому чесноку то, что нужно, чтобы росла не ботва, а корни. Наращивали корневую систему. И вот уже 25 апреля, не запаздывая, сажайте этот чеснок. Зубчики на глубину 3 сантиметра. Не глубже. Это не озимый чеснок, который садится на глубину 7 сантиметров, а то и 9. А для чего мы делаем то, что он лежит и корешки проращивать в холодильнике? А это целый месяц чеснок. Называется он яровой чеснок, летний. Поэтому ему нужен период яровизации. В холоде, в сырости он у нас уже как бы посажен. Не во влажную только почву, а во влажную тряпочку, в холоде. То, что ему нужно для того, чтобы процесс прорастания пошел уже. И он в это время у нас уже растет. Корешки до 5 миллиметров, а то и больше вырастают. И вы его уже сажаете в землю с корешочками. Целый месяц он опережает сроки вызревания. Поэтому если сорт поздний, тем более его нужно обязательно вот это сделать. И он у нас уже вызревает не в сентябре, когда уже и дожди, и холодно. Слушай, идет плохо. А в августе месяце убираете его уже при появлении первых желтых нижних листочков. И тогда вы смело чесночок этот убираете. Поэтому вот эти все хитрости вы соблюдаете и получите крупный яровой чеснок. Редактор субтитров А.Семкин